так и теперь вам небольшая история как исходил на караван как раз я пошла в первый день я был чуть-чуть животик такой небольшой вот и что-то там хожу короче говорю мне нужны джинсы низкой посадки и одна женщина из-за живота да вроде у вас такое то ну и показывает такой игры ну да говорю не очень удобно ну да да конечно вроде неудобно нет нету другой магазин захожу она мне говорят это тоже так это из-за живота беременная да это когда нет говорю я не беременна такая хоп не смотрит на живот типа ну видно же что беременную нет причем получается такой живот как у беременной реально то есть если он может быть у других девушек я не знаю что внизу более то у меня он как-то повыше немножечко и она раз такая хоп на мой живот и как будто бы знаете получается ощущение как будто я не знаю что я беременна такой вообще был взгляд блин эти взгляды наверное только записывать на камеру надо по-другому наверное никак вот ну так она недоумение вроде ладно потом начать я захожу а поднялась на второй этаж думал может быть еще там на втором этаже там короче все закрыто открыто один отдел для беременных болен думаю почему для беременно я поднималась так долго огромная такая длинная лестница неудобная ступеньки какие-то маленькие пришлось по две ступеньки аж подыматься вот ну как знаете как идешь идешь а стоишь как будто на одном месте такая лестница вроде как должно быть удобно но неудобно вот привыкаешь к другим лестницам которым идешь и реально подымаешься вот захожу значит со своим животиком туда девушка там ну вот смотрите у нас вот она обрадовалась думала беременная пришла вот смотрите у нас есть такие такие грудолан говорю ну чё говорю вас тут отдел для беременных вроде мне-то нафиг это все не надо говорю как вроде но так получается ответ как будто я-то не беременная вроде вас отдел для беременных и она так смотрит на мой живот и опять значит увидеть мой живот понимает то что я беременна и как будто бы я не знаю о том что я беременна то есть получается ута и она в шоке, просто не знает, что сказать. Ну, я так посмотрела, она на меня все смотрит, смотрит на живот, вроде беременная же, но почему же она не знает, что она беременна, может быть, ей надо сказать и об этом. Там вроде как-то странно. Я ушла, она все там стояла в шоке и на меня там смотрела. Вот такая вот получилась у меня история. И, конечно, к вечеру уже я заметила, что я похудела. Чуть-чуть, пока я там набегалась, еще была сильная очень жара, я спотела. Вот, за целый день, как раз у меня свекровь приехала с утра, и я там с утра до вечера, что-то там караван, потом после каравана я там куда же, куда-то я пошла, что ли, сейчас не помню, не помню, короче, где я там была еще, я уже забыла. Вот, и уже на следующий день я почувствовала, у меня живота уже нету, 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 и уже все, нет. Но, тем не менее, когда я мерила шорты, вернее, искала себе шорты, которые, знаете, вот меряешь в магазинах в других, ну, в обычных, как планеты одежды, у них какие-то другие размеры, то есть у них, если в другом месте там 44, там 40, 44, 46, да, то у них по-другому, у них, значит, 30, 29, 28, 27, там, а, ну, ладно, не так, давайте, 25, да, 26, 27, там, ну, то есть и до 30. И понимаешь то, что к этой цифре ты должен прибавить еще какую-то там цифру, то есть вопросительный знак, да, неизвестно какую, которую не все знают, кстати, какую цифру прибавлять, а я не помню, то ли 8, то ли 6, и получится какая-то там 46 размер получится, или еще какой-то. И вот меряешь. Меряешь, я начала с 25 не лезет, 26 не лезет, 29 не лезет, 30 тоже не лезет. Оказывается, я была вспотевшая, и они не полезли. Но при этом мои шорты, например, на меня лезут. Другие шорты не лезут. Джинсы, само собой, тоже. И я просто не вду умений, у меня сразу появляется вопрос, а какой же у меня размер, если я похудела, думаю, странно. Я помню, что я несколько лет назад так же весил где-то, ну, не весил, вернее, а тоже был где-то 46 размер, я покупала джинсы, они были 29 или 30, вот где-то размеры как раз вот такого, я помню, брала их на зиму, чтобы зимой одевать с колготками, по-моему, даже, наверное, 30 это было. Ну, то есть, спокойно я в него влазила зимой, причем зимой я поправляюсь всегда. Вот, а тут вообще просто не влазили, блин, у меня просто шок, и понимаю, что живота нет, что я похудела, но при этом, нет, не влазили. И, конечно же, точно так же вот с этими шортами, сейчас я их достану. вот, то есть, блин, смотрите, они реально вон какие огромные, они просто огромные, на огромную, не буду говорить этого слова, попу, они реально большие, вот, потом я вам покажу это еще, на кровать положу все это, и покажу, каких они размеров, они реально огромные, и вот смотришь, блин, неужели у меня попа такая большая? Или вот эти вот шорты, которые вот сейчас были последние, тоже на них смотришь, блин, они такие огромные. Мне казалось, что я вообще там маленькая такая вот, стройняшечка там вообще, или в некоторых, вот, допустим, примерочных, там, в одной какой-то примерочной было передо мной зеркало большое, и сзади меня, то есть, ну, через это зеркало я вижу себя сзади. И я смотрю, у меня вот с этой стороны такие руки огромные, толстые такие руки, прям, ну, не знаю, мне прям показалось толстым, почему-то мне казалось, что они такие стройные, такие тоненькие, а не какие-то толстые вообще. Я думаю, блин, я такая толстая. Я знаю, что некоторые зеркала, в некоторых магазинах специально делают такие зеркала, которые, в котором кажется человек, что он такой толстенький, что ему все идет, там даже худой человек, я помню, еще подростком была, худая была, где-то 48 килограмм я весила, и вот я помню, юбку одела, бабуля мне захотела купить юбку короткую, я помню, ее одеваю и вижу, что у меня ноги очень толстые, прям очень такие толстые, причем я знаю, что они худые, и что-то у меня вообще был такой шок, я домой пришла, одела, ту юбку мы не взяли, мне не понравилась она, вот, пришла домой, одела другую какую-то там юбку, опять смотрю на свои ноги, они худенькие, все хорошо, вот этот прям момент у меня просто прям запомнился, вот, а я еще очки купила вчера, из-за того, что я дома забыла свои очки, я купила в каре очки, они, причем они стоили, на них был ценник 299, я дала карточку, которая, в принципе, на которой ничего вообще не было, никаких баллов, но она сказала, для оплаты 199, обычно, знаете, вот такие моменты, быстренько даешь эти деньги и убегаешь, в надежде, что она ошиблась, почему-то у нее так всегда кажется, я еще у нее спросила, 299, она, нет, 199, это когда, думаю, надо бежать скорее, дала деньги, бегом-бегом побежала, ну, как будто бы она ошиблась, как будто получилось, не знаю, может была просто еще дополнительная скидка, хотя они были и так со скидкой, вот, я их опять же положила в кармашек, в своей сумке, думала, на улицу выйду, одену, но я поехала на транспорте, поэтому не стала одевать, вот, хотелось как-то разнообразить, как бы, у меня лицо не очень, не очень, мне нравится мое лицо, вот, и очками я хотела просто как-то разнообразить, чтобы было более-менее, лук получился более-менее красивенький такой, вот, конечно, все-таки нужно было взять к маме, мне кажется, тоналку, потому что вчера мне очень сильно захотелось лицо покрасить, помазать, или как это, короче, накраситься, тоналочкой, тенями, но к маме я шла, у меня была уже очень, довольно тяжелая сумка, я чего-то там несла, маме не знаю, чего, и поэтому вот так, ладно, не буду затягивать, сейчас я вам покажу юбку, покажу эти шорты, как они выглядят, и будем с вами заканчивать, и сегодня у меня еще один последний день гуляшек, сегодня, я думаю, меня наверняка куда-нибудь понесет, хотя, честно говоря, у меня камера садится, почему-то начинает, вот, видимо, она вчера не до конца все-таки зарядилась, вот, у меня есть еще дополнительная батарейка, вот, и завтра мы уже вместе с Женькой отправляемся к нему на дачу, в Отрадный, и неделю будем пребывать там, я уже буду вам снимать на даче, как я дальше отдыхаю, и там, конечно же, мы тоже выберемся в город, я хочу пройтись по магазину, хотя, честно говоря, конечно, там магазины не особо такие хорошие, как в Самаре, вот, но я думаю, что я какую-нибудь кофточку, пару кофточек каких-нибудь куплю, там есть магазин очень классный, называется Сархан, ну, как планета одежды у них там, у нас тут, там Сархан, и там бывают маечки там за 200 рублей, за 300 рублей, вот такие, они довольно, кстати, качественные, довольно красивые и хорошие, ну, там опять же, как попадешь, короче, могут быть, а могут не быть, бывает, придешь там для женщин, уже таких вот взрослых одежда, а бывает, придешь для подростков, придешь, а у тебя денег мало, думаешь, блин, чего я не взяла, такая классная кофточка там, вот, там я тоже, кстати, раньше очень-очень много всего интересной такой одежды купила,